В вопросах экологической безопасности нужен системный подход. К такому выводу пришли участники второго съезда экологов Якутии. Мониторинг состояния окружающей среды и общественный экологический контроль обсудили сегодня на двух дискуссионных площадках. Марьяна Кутукова продолжит. Активное промышленное освоение Якутии диктует сегодня экологам вести предупредительный мониторинг окружающей среды. Но вместе с тем устраняется и накопленный ранее экологический ущерб. Так, на 2019 год запланирована ликвидация ущерба от бесхозного хвостохранилища в Устьянском районе, где содержится большое количество токсичных компонентов. Также Министерством охраны природы составлена проектно-смертная документация по вывозу металлолома из 13 арктических районов. Одним из положительных примеров действенного реагирования экологов можно назвать то, что в результате экспертизы, проведенной по обращению населения, были изменены первоначальные планы компании ТАСС «Уряхнефтегазодобыча». В прошлом году была ситуация по реке Улахан-Батоби. Был флешмоб, организованный жителями, когда население села ТАСС «Урях» протестовало против изъятия достаточно больших объемов воды для технологических нужд. Изъятие воды могло бы чревато тем, что снизился бы гидрологический режим, бы ухудшился. И вот по обращению депутатов местного собрания в прошлом году мы проводили опять-таки исследование на реке Улахан-Батоби, по результатам которых компания приняла решение изменить место водозабора. И сейчас забор воды будет производиться не с самой большой речки, а с ее притока. Между тем, как отметили участники дискуссионной сессии «Общественный экологический контроль», введения мониторинга нет системности. Эксперты советуют общественникам сельских поселений, где работают промышленные компании, оформить НКО, чтобы иметь больше полномочий. Также на встрече говорили о проблемах организации сбора и утилизации опасных отходов, в частности при разливах ртути. 18 килограмм ртути поселок Тикси. Разлив. Собрали. Это ртуть два года уже назад. МЧС занималась горком. Лично ко мне обращался по этому вопросу. Мы давай суетиться, давай бегать, давай организовывать. Ртуть там собрали эту металлическую, во что положили, куда положили, и она по сей день там хранится в Тикси. В чем хранится, в каких условиях, где хранится доступ. Ну, может быть, организовали, даже замок повешили. Но представьте ситуацию, если эта ртуть попадет в бухту. Металлическая ртуть, отравление гарантировано. И рыбы, и всему. По мнению участников съезда, мониторинг окружающей среды должен вестись в тесном взаимодействии экологов, правительства, промышленных компаний и общественности. Только в этом случае удастся избежать экологических катастроф и сохранить природу в экологически безопасном состоянии как можно дольше. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.